Нужно сказать, что всего на территории Казахстана сегодня насчитывается 85 тысяч рек, и самые крупные из них являются как раз трансграничными, протекают по территории нескольких государств. Таких всего семь, помимо Сырдарьейта, Ертыс, Ильи, Урал, Табол, Есиль и Шу. Именно через них к нам из соседних стран поступает более 40% водных ресурсов, и почти по всем трансграничным рекам у Казахстана есть нерешенные вопросы. Особенно сложно и с Китаем, с которым у Казахстана наибольшее количество трансграничных рек около 20. Эксперты прогнозируют, что если Поднебесная будет забирать хотя бы 30% от общего стока реки ежегодно, то это будет равно масштабной экологической катастрофе на территории Казахстана и России. В целом, проблема трансграничных рек не новая, и они знают во всех чиновничьих кабинетах. Но вопрос в том, что эту проблему некому решать в буквальном смысле. К сожалению, сейчас уровень казахстанской дипломатии водной, он явно не дотягивает до реалий, до тех вызовов, которые ставит время. Дипломаты у нас хорошие есть, но нужны дипломаты-водники, которые специализируются на гидрологии, гидротехнике, балансах водных. И одновременно не хватает специалистов, которые занимаются водными ресурсами. У них, к сожалению, видение очень местное, локальное, национальное. То есть, к сожалению, никто не думает в региональном масштабе. А именно это поможет предотвратить региональные конфликты в будущем.